Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Хорошо под небесами. Сегодня водка с парусами. Что, в путь? Друзья мои, в путь. В путь дорогу. Сегодня выезжаю в Беларусь. Настроение хорошее. Беларусь люблю. Погода зимняя. Немножко снежная. Ничего страшного. Прекрасный зимний вечер. Еду в Беларусь. Раньше меня не вытащишь даже в соседний город Курск. Сейчас я в месяц могу намотать до 15 тысяч километров. Это было в октябре, когда я ездил сначала в Самару, потом на юг. Знаете, на путешествие подсаживаешься. И это показатель твоей свободы. Наверное, мне так кажется. Может, это неправильно. Мне кажется, это так. Чем больше ты свободен, тем больше ты не привязан к месту. И люди, которые постоянно сидят на одном месте, мне кажется, они печальные люди. Почему я так думаю? Всегда, когда я сидел на месте, я был печален. Теперь у меня все это знаменовывается одним словом приключение. Конь греется. Конь бьет копытом. Я думаю, будет много интересных моментов. Я когда-то смотрел видеозаписи разных людей, которые тренинговали, учили кого-то, и думал, блин, это же классно, когда бизнесмен от бога, раз и миллионер, раз и миллиардер, раз был толстый, раз похудел, раз был страшный и покрасивел, одинокий, нашел кого-то. Ну, в общем, и так далее. Знаете, все люди любят такие истории. Не было и появилось. На самом деле, это все техника. Маленькая техника. Как я уже раньше говорил, все это привычки. Если мы каждый день будем делать по маленькому-маленькому шажочку, мы в итоге когда-нибудь пройдем путь в тысячу шагов. И он будет незаметный. Если мы могли бы измерять расстояниями, мы бы увидели, что нифига себе, какой мы путь прошли. Но люди часто забывают. Все говорят, модно жить сегодняшним днем, надо жить моментом. На мой взгляд, нужно смотреть в будущее, посматривать в прошлое, но жить в настоящем. Но вот понимаете, что наше настоящее состоит из множества шажков в будущем, в прошлом. Ну, вернее, будущее наше зависит от многих шажков в прошлом. Поэтому шагать в прошлое надо. С прошлого в будущее. Но жить в моменте, да. Поэтому я каждый день делаю маленькие вещи, которые мне нравятся. Вот сейчас я собираюсь в путешествие. И вот-вот я поеду за много тысяч километров от своего дома. Я раньше даже подумать об этом не мог. Мне казалось, что расстояние в 125 километров, либо машина сломается, бензин кончится. Не знаю, там... Короче, было куча страхов. Сейчас их нет, и сейчас каждое приключение – это приключение-то. Вау, приключение! Оно не всегда так было. И вот я сейчас вспоминаю, я тогда был во всех вредных привычках. Я пил, курил, соответственно, мало энергетика, плохо питался. Я тогда не сильно следил за своей физухой. Да и зачем мне было следить за физухой? Знаете, здоровый раб – это еще не круто. Когда у тебя до хрена здоровье, но ты все равно раб. Ты живешь в рабских условиях, ты работаешь на дядю. Ты все равно раб. И зачем рабу быть сильнее? Его заставят просто сильнее пахать. И все. А когда ты свободен? Когда ты свободен? Ну, еще несколько лет назад работал на дядю, пил, курил. Весил 126 килограмм. Кто смотрит мой канал, тот знает. И вы понимаете, что я на данный момент не являюсь эталоном человека с кубиками пресса, идеальным сыроедом и так далее. Я вообще не сыроед. У меня свой стиль питания, я уже неоднократно говорил. Но вы понимаете, что я сейчас доволен своей жизнью. И этот путь я прошел всего лишь шажками, 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 шажками маленькими. Я каждый день что-то делал. Каждый день. Я уже об этом говорил. Но люди не верят в каждодневные шажки. Они верят в мгновенное чудо. И явите мне чудо. Скажите мне слова волшебные. Тыкните мне два раза прибора, у меня все выправится. Дайте мне пилюлю, я похудею. Повесьте мне на пресс эту бабочку-тренажер, и у меня появится пресс. При этом я буду жрать там торты и так далее. Вот что человек ждет, вот что его портит, на мой взгляд. Наша жизнь состоит из маленьких-маленьких свершений. Каждый день. Каждый день маленькие свершения. И они постепенно делают нашу жизнь праздниками. Но представьте, вы все время говорите завтра. Вот завтра я буду счастлив, завтра буду счастлив. А сегодня нет. Если разгрести все свои проблемы, их можно разделить на пять штук. В основном где-то там. Это работа. Это стиль питания. То, что ты пьешь, ешь. Это движение. Это сексуальная жизнь. Это социальная сфера. Ну, все инстинкты. Вы их знаете. Инстинкт размножения. Выживание. Поисково-ориентировочный. Потребность в новых местах. Все просто. А теперь представьте, что вы эти проблемы решаете по одному, по одной в год. Вы глянуться не успеете. С момента того момента, как я начал решать, прошло уже много. Трансферфинг мне попался впервые в 2008 году. А сейчас 2017 начало, правда. Тогда конец, это прошло 9 лет. 9 лет. С момента моего... Начало моего пути. Это здорово. И сейчас я рад, что я начал тот путь. А теперь представьте, что я бы просто эти 9 лет ждал. Говорил, вот сегодня я начну, да? Так не бывает. Все постепенно, все по чуть-чуть, все помаленьку. По шажку, по шажку, по шажку. И на самом деле это и есть интересный конструктор. Этот конструктор называется жизнь. Будем дальше играть. Итак, гримячая версия 2.0. Зима. Теперь дорога намного интереснее. Вымершие деревни. Их по России можно нас встретить еще немного. Раньше здесь кипела жизнь. Жили люди. Были верандочки, сараи. Сейчас вот только трактор дорогу прочистил туда, к Илюхе. Но здесь даже есть электричество. И живет в этой деревне один житель всего лишь. Местный. Все остальные дома заброшенные. Бегают только зайцы, лисы. Зайчик прошуршал следы зайчика. Там, увидел, леса пробежала. Вот такие вот заброшенные деревни, уже покосившиеся от старости. Никто не хочет жить в деревне. Но все циклично в этом мире. И когда-нибудь все вернется. Пырыщик. Ну что, погнали? Субтитры делал DimaTorzok С вами Константин Гражданкин Новые записки Лесника Записки лесника Поговорим о жизни За городом Для начала Придется сменить транспорт Как минимум И мозги Надо будь Свет не пройти всех Первые Три дня на природе Когда нет гаджетов Вокруг лес вообще просто отходишь от цивилизации это очень сложно постоянно хочется куда-то бежать думаешь на что ты не сделал кто-то тебе должен позвонить кому-то ты должен позвонить каждый раз приходит все быстрее быстрее успокоение приходят приходят маленькие дела какие-то повседневную жизнь когда нет никогда просто думать о чем-то таком имеется ввиду суетном жизнь становится размеренной нервы успокаиваются и через десять дней ты уже не хочешь я сегодня провел прекрасный день с утра ездил на камазе ночью парился в бане упался в роднике постепенно нервная система успокаивается я уверен что по ту сторону экрана вы сидите и думаете еще за фигню он несет знаете почему потому что если я сейчас бы тоже смотрел оттуда сюда я бы сказал так пойду посмотрю что-нибудь а ржачное там или еще что-нибудь а когда мы сюда приезжаем сюда все становится совсем по-другому по-настоящему что ли еще интересно еще интересно то что здесь из электричества только аккумуляторы которые периодически нужно заряжать и связи сотовой нету вернее на есть там телефон рабочий вешать мтс-овский вроде ловит но интернета там 3g тем более это это мечта и на самом деле это хорошо когда первый раз я приезжал в гримяч и я все время бежал искал точку вай-фай и наблюдал когда сюда приезжают трудовой лагерь люди их первый вопрос здесь что вообще интернет не ловит и потом можно наблюдать особенно когда приезжают родители с молодняком там лет 14 16 эти блуждающие люди с телефонами ищут точки доступа я ничего не вижу плохого в интернете в прогрессе просто эти разные состояния там ты устаешь здесь ты отдыхаешь здесь ты можешь одомашниться не боится не расчесываться нет можно конечно понятно что человек должен за собой следить там типа скоблить себя ноги я давно не бреешь максимум 8 триммером здесь вот такой вот вот такая жизнь вот так надо жить до мужчин и тишина это непривычная тишина не работающий с не телевизоров не фильмов зимой здесь даже мух нету вот как я могу передать по ту сторону экрана все рвутся на природу знаете сколько наблюдал в этом здравом меня друзья здравом живут в краснодарском крае я езжу туда к ним гости живем у них там солнечные батареи на краснодарский край там посолнечнее будет чем здесь смоленщина и там разный люд присутствует и вот мы уже ездим туда ну больше года точно год полтора мужчин за это время я уже понаблюдал кучу уездов земли то есть люди может быть считали что какая-то там романтика что жить без цивилизации очень круто на природе но помните как это любовь разбилась а быт лодка любви разбилась а быт также и жизнь на природе многие думают что круто я туда поеду и там буду жить и вот там то будет все круто радикалы ух уж эти радикалы я считаю там и там и на природе цивилизации по-хорошему вот я сейчас у меня такая кочевая жизнь последние года полтора и я побывав в разных местах склонен думать что и жизнь на природе и в городе имеет свои плюсы и минусы но когда они вместе это это круто должен быть такой домик на мой взгляд в которой ты убегаешь и хотя бы просто ты можешь там пожить от нескольких недель до нескольких месяцев вот я третий раз или четвертый приезжаю время 4 ну надолго в третий раз и каждый раз акклиматизация время чем проходит во первых быстрее во вторых ты понимаешь что первые три дня просто тупо бывало вот спал ел заехал к устал сильно летом со стройкой со всеми делами справками с изменения в моей жизни я три дня просто спал ел я даже до рядника не дошел хотя здесь сто метров дайте банька успокоила хозяйство помогло хлопоты овец здесь завезли сегодня кормил овец может дрессировать нити в общем чего посылка этого этой зарисовки моей нынешней круто на природе если руки из плеч